В России и в странах Запада, так называемых развитых, что мы видим, как формируется кадровая база порода племенному признаку. Попасть туда только либо на основе родственных связей, либо очень знакомые, очень хорошие знакомые по рекомендации. Знание не имеет никакой роли, все выстроено на деньгах. Не думайте это только у нас, в Китае, в Индии то же самое. В Китае есть разница. В древности было так, император, там кто-то приходит и говорит, я, вот есть проект, но не идет он. Приходит, я знаю, как этот проект реализовать. Хорошо, давай. Он проработал, а проект не идет. Ты обещал? Да. Нет. Отрубить ему голову, пока не придет тот, кто нужен. Если посмотреть, ведь сейчас, вот, наверное, многие из вас записку о сокральности власти читали, по ней я выступал на семинаре 27 ноября. Мы издали вот ее такой брошюркой. Напомню просто. Она написана потому, что к нам стали заходить те, кто спрашивали нас из силовых структур. А как вы относитесь к возрождению монархии? Ну, мы говорим, мы знаем о вариантах, вот, в записке 95-го года, о возможных вариантах развития событий, мы говорили о монархическом варианте. Но вот здесь не реализуем, потому-то, потому-то. Ну, пришлось не какими-то фрагментами, вот, целостно изложить здесь. То есть понятие сокральности состоит в том, что если власть обладает сокральностью, то представителям власти не нужно пиарить свои проекты. Все общество воспринимает их как свои собственные и с энтузиазмом борется за их реализацию. Те, кто наблюдают за Россией и СССР, они увидели, что сокральность власти рухнула еще задолго до того, как произошла революция. Революция – это следствие того, что сокральность власти рухнула. И монархия Романов много сделала для того, чтобы эта власть рухнула. 27-го я рассказывал о процессе Беры Засулич, если кратко, если там Александр Второй был императором, он отменил крепостное право и телесные наказания. Был указ. А через пару лет Трепов, городоначальник Петербурга, посещая тюрьму, увидел одного заключенного, фамилия его, Боголюбов, кажется, который не снял перед ним шапку. Он приказал его высечь. Если бы император Александра Второй каким-то образом высказал бы порицание, в том смысле, ты что ж мои указы-то нарушаешь? Может быть, он бы и остался жив. Но он никак на это не прореагировал. В результате вот этой информации о том, что заключенного, который так опущен, высекли, мгновенно распространилась по всем тюрьмам. И Вера Засудич, которая в это время жила где-то там под Москвой, дочь дворянина, прибыл в Петербург, попросилась на прием к Трепову и выстрелила в него. Не убила, но там ранила. Ее арестовали, это было в январе 1877 года. И через три месяца следствие Трепов там поправился. А судьей был назначен очень известный, хотя молодой, 34 года юрист Конни. На него стали оказывать министр юстиции Плеве. Там надо обязательно обвинительные приговоры, 20 лет каторги. Он говорит, я буду придерживаться закона. Был суд присяжных, и суд присяжный единогласно ее оправдал. Она, как и Ходоркович, по-моему, в Германию. Там она с Марксом встретилась с Плехановым. Она потом сама осуждала террор, но уже процесс пошел. Если власть не выполняет своих собственных законов, то революции рано или поздно неизбежны. А что мы видим сейчас? Те, кто наблюдают за процессами в России, они вдруг увидели. Да, монархия рухнула, потому что власть ее была сакральна. И церковь для этого была нужна. Потому что после помазания на царство церковным иерархом весь народ понимает до определенного времени, что это власть от Бога. И проекты выполняет как власть от Бога. Тем более, что каждый император говорит, что я тружусь во имя народа, а вот эти вот мои плохие дворяне все извращают. Но народ это собирательное. Такое понятие. Но еще возвращаясь, те, кто наблюдал за процессами в России, вдруг увидели, о, а сакральность власти восстановилась. Что бы они ни писали про Сталина, убийца лагеря, но люди работали с энтузиазмом. Сейчас это в прессе неприемлемо, но и пресса не принадлежит народу. Она и никогда, правда, не принадлежала. Но есть но. Некоторое. Через 20 лет после 1917 года проводились опросы по части ностальгии о прошлом. Менее одного процента сожалели о монархическом прошлом. И то это не столько о монархии, сколько о том, как хорошо жилось тогда. Почитайте Бунина, вам будет понятно, о чем идет речь. А народ в целом даже не вспоминал про эту монархию. Обвинение народа, что он предал Николая II, это глупость, народ вообще не причем. Вначале император отказался от власти, что, собственно, породило гражданскую войну. И свергли не народ, даже не Октябрьская революция, а свергли либералы. То, что они теперь хотят монархии, они понимают, что вот просто вернуться к рычагам власти, какие у них были до 2000 года, они уже не смогут. Но в их руках полностью все средства массовой информации. У Путина нет ни одной газеты, ни одного журнала, ни одного канала, который бы проводил ту политику, которую... Это кажется невероятным, но это так. Узнай больше на Conceptual RF. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова